Итак, друзья, всем привет! Сегодня в этом небольшом скринкасте я хочу рассказать о том, что такое CRM, для чего она нужна и как ее использовать. И покажу небольшой пример из своей CRM. Полить контакты ничьи не буду, но покажу примерно, как это устроено у меня в магазине. Итак, давайте мы начнем со снов. Что такое CRM? Вот я прям в гугле набрал CRM. Что такое? CRM расшифровывается система управления взаимоотношениями с клиентами. И это очень важно. Это важно понимать, потому что многие люди пытаются все это смешать. То есть пытаются смешать склад, пытаются смешать бухгалтерию и CRM. Это можно делать, но это не до конца правильно, потому что CRM это в первую очередь про общение с клиентами. И про это не надо забывать никогда. То есть у меня на стримах очень часто задают вопросы вообще, как CRM, какую выбрать и так далее. Сразу оговорюсь, что я использую AMA CRM. Она меня всем устраивает. Хоть и многие говорят, что для интернет-магазинов она не подходит. Она меня устраивает тем, что она достаточно простая и ей пользоваться очень легко. То есть мне полностью она подходит и я очень рад, что работаю в ней. Но давайте для начала я сделал несколько вот таких вот получается mindcard и хочу про них рассказать. Многие спрашивают вообще там нужна ли CRM поначалу или не нужна. И на это я хочу сказать простую вещь, что если у вас пока ваши доходы не позволяют содержать CRM, или вы работаете пока только один и количество клиентов, звонков и так далее их крайне мало, то для начала можно использовать обычный Excel, причем обычный Google Doc, в котором можете фиксировать каждый контакт, каждый звонок, каждый чат и каждого клиента. Но в дальнейшем, чем больше ваш магазин становится, чем больше ваш бизнес становится, у вас появляется много различных источников контактов, то есть точек контакта с вашими клиентами. То есть вот смотрите, я сделал вот такую mindcard. То есть у меня люди могут позвонить на горячую линию, при этом у меня там 3 или 4 телефона, которые сделаны для того, чтобы мы могли отслеживать по колл-трекингу, откуда пришел звонок, откуда пришел клиент, то есть это вот 4 телефона, которые подключены к CRM. У нас на некоторых сайтах есть виджет чата, и который тоже должен быть интегрирован, получается, с нашей CRM. У нас, вот здесь у меня ошибочка, да, то есть люди могут написать на e-mail и сделать заказ, люди могут заказать обратный звонок у вас на сайте, и люди могут написать в социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, либо могут написать в мессенджерах. И на самом деле есть еще другие точки контактов, но это вот просто я в быстром таком режиме накидал, и вот просто подумал, что у меня в итоге сюда подходит. И вот это все, представьте, насколько менеджеру будет тяжело. Ему надо ответить на телефон, ответить на чат, посмотреть почту, зайти в ВКонтакт, зайти в Одноклассники, в Facebook, в Instagram, там, посмотреть, когда пришел обратный звонок, там, ответить где-то в мессенджере, да. И очень большой шанс, что человек что-то из этого может забыть. То есть, допустим, он поговорил по телефону, там, зашел в Facebook, в Instagram, а про ВКонтакте забыл, а там, возможно, человек хочет сделать какой-то очень большой заказ. И это очень плохо, когда вы теряете свои заказы, особенно если их не так много. Поэтому очень важно, чтобы вот это все вместе было соединено в одну единую CRM-систему. То есть, вам и CRM очень много всяких интеграций, благодаря которым вы можете подключить все вот это дело в одно единое целое. То есть, у меня менеджеры работают в основном только в CRM. Ну и давайте мы теперь пойдем дальше. То есть, я покажу следующую майндкарту. Для чего все-таки она нужна? Для чего нужна CRM-система? Здесь, на самом деле, несколько есть моментов. Первый, вот про который у нас была предыдущая, получается, майндкарта, это все в одном месте. То есть, у вас вся работа сводится в одном едином месте. У вас, получается, все лиды, все заявки. Вот у меня три интернет-магазина, да? И у меня со всех трех интернет-магазинов все падает в одну единую CRM. А если подумать, что это три интернет-магазина, это три группы ВКонтакте, три группы в Одноклассниках, три Инстаграма, три телефона, три чата, три обратных звонка. Представляете, да? То есть, сколько надо было бы менеджеру все его этого дела перебирать, чтобы найти конкретный заказ. А здесь у него все в одном месте, он все в рамках, в режиме одного окна работает, и ему ничего другого его не отвлекает. То есть, потому что он может зайти ВКонтакте и зависнуть, листая ленту, да, и никто ему в этом не помешает. Второй момент, это никого не забыть. То есть, случается так, что вы можете просто про кого-то забыть. То есть, написал вам какой-то человек, говорит, я хочу сделать заказ, и он там будет, ну, там на 10 тысяч рублей, но через месяц. И если вы его никуда себе не записали, то возможно, что в дальнейшем вы просто про это забудете. Конечно, можно себе там ставить на телефон задачку, можно записывать на листочке возле компьютера, но шанс того, что вы его забудете, он просто, ну, велик. А если вы поставили задачу в ЦРМ, и вы каждый день работаете в этой ЦРМке, то вы просто не сможете игнорировать эту задачу, потому что у вас высветится в определенный день, что надо позвонить там Василию Ивановичу, он должен оплатить 10 тысяч рублей. Поверьте, это очень сильно влияет на продажу. То есть, именно для этого она и нужна. Следующее. Задачи делаются вовремя. Представьте, что вам позвонил клиент, который говорит, так, мне надо, давайте, я готов буду оплатить во вторник в 3 часа дня. И задача ЦРМки, вам напомнить, именно во вторник, именно в 3 часа дня, что вы должны сделать этот звонок. Если вы ему позвоните позже, ну, представьте, вы забыли и просрочили все это дело на один день. Вы позвоните человеку, он скажет, блин, а я уже в другом месте заказал. Я потерял ваш телефон, забыл, какой у вас сайт, вбил в Яндексе и купил у конкурентов. То есть, надо быть максимально точными, ну, со своими клиентами. То есть, если вас попросили позвонить в 10 утра, звоните в 10 утра. И плюсом к этому, если вам пришли заявки с сайтов, максимально быстро их надо обрабатывать. Потому что, если вам пришла заявка ВКонтакте, а вы там пока сидите в Одноклассниках, потом у вас там по плану Инстаграм, потом сайт, потом e-mail, и только потом вы там дойдете до вашего там контакта, человек уже там 3 часа сидит и ждет, думает, блин, наверное, эта группа какая-то, ну, плохая, давайте мы без нее обойдемся. Это будет очень плохо. Вот, следующий момент. Оцифровка вашего бизнеса. То есть, вы максимально точно знаете, где у вас, в каком этапе находятся ваши деньги. Вы знаете, сколько лидов к вам пришло. Вы знаете, сколько ваши менеджеры поговорили по телефону. Вы знаете, откуда вам приходит больше всего заявок. Какое направление вашего бизнеса вам приносит больше всего денег. Сколько в среднем длится ваша сделка. То есть, у вас появляется такая хорошая статистика, основываясь на которой вы можете менять что-то в своем бизнесе, для того, чтобы зарабатывать еще больше. И, соответственно, это очень полезный момент в этой ЦРМке, что вы собираете статистику, а надо понимать, что вот у меня ЦРМка внедрена почти 2 года уже, наверное, даже больше 2 лет. И у меня эта статистика, она попросту огромная. Представляете, какая это статистика. Я могу знать, откуда мне больше зарабатывается, какой менеджер лучше работает и так далее. И эта статистика, она реально полезная. Потому что бизнес, это в первую очередь про цифры. Потому что вы можете думать по одному, а цифры будут говорить совершенно о другом. Ну давайте, поедем дальше, чтобы это видео не было слишком длинным. Повышение LTV. LTV это Lifetime Value. Это то количество денег, которое люди вам приносят каждый день. За свою жизнь, прошу прощения. Соответственно, смотрите, что это у меня интернет-магазин. Если я буду работать только над тем, чтобы привлечь клиента, ему продать и все, то зачастую такой бизнес будет просто неприбыльным. Моя задача, чтобы я привлек человека, потратил какие-то деньги на его привлечение, и он у меня потом покупал и в дальнейшем, в дальнейшем, в дальнейшем. То есть, смотрите, если у меня средний чек 3000 рублей, я зарабатываю с него полторы, и если у меня хороший LTV в среднем человек покупает 3-4 раза, я на привлечение такого клиента могу потратить 2000 рублей. То есть, я могу сработать первый заказ даже в минус, но зная о том, что он придет покупать еще. И когда у вас есть CRM-система, вы можете пользоваться рассылками, у вас появляется клиентская база, у которой у меня сейчас несколько тысяч, десятков тысяч человек, которые я могу одновременно сделать рассылку и тем самым повысить это LTV. Если у вас этого нету, то и у вас там какой-нибудь бизнес, допустим, у нас как есть производство, описавьте в производстве, люди берут постоянно, 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 постоянно. А если у вас нету там CRM-ки, вы не ставите себе точных задач, то это LTV будет сокращаться и вы попросту будете зарабатывать в разы меньше. Если вы нормально работаете со своей клиентской базой, путем рассылок, телефонных звонков и так далее, то вы сможете в дальнейшем вообще не вкладываться в рекламу. То есть, вы соберете какую-то большую клиентскую базу и будете работать только с ней. Особенно, если у вас там какое-то производство или у вас там постоянно люди покупают ваши товары. То есть, если в моем случае люди не так часто покупают, и то у нас там LTV в среднем это 2,5 заказа получается, что люди в среднем 2,5 раза у нас покупают. И получается, что я могу больше тратить на маркетинг, я могу больше зарабатывать, не вкладывая лишних денег там в Target, в Direct и так далее. Следующее, смотрите, я вот так для себя записал, это работа в одном окне. Что это значит? Представьте, у менеджера открыто на компьютере 15 окон, которые в каждом надо что-то посмотреть, что-то сделать. Допустим, у него открыто там, вот у меня там мой склад, у него открыт там, блин, ВКонтакте, у него открыт сайт, у него открыто еще что-то. Это очень неудобно, это забирает очень много времени. Если у человека работает в куче разных окон, он попросту будет тратить на свою работу больше времени. И за 8-часовой рабочий день он будет успевать сделать меньше, нежели у него будет все это в одном месте. То есть, у меня в одном месте интегрировано в ЦРМ-ку и мой склад, и все сайты, все виджеты, телефония. То есть, даже у него, у нас все звонки принимаются через ЦРМ-ку. И это очень здорово. То есть, это позволяет экономить время, это позволяет людям работать эффективнее, а значит, это позволяет платить им гораздо большую зарплату. То есть, если у вас человек получает зарплату за каждый лид, то, извините, сделайте так, чтобы он мог обрабатывать этих лидов как можно больше и зарабатывал бы больше. Вам сотрудники только спасибо скажут. Ну и последнее, что я вот здесь написал, это знайте своего клиента. У меня зачастую случается как. То есть, так как у меня LTV более-менее пляшет в плюсовую сторону, у вас проходит звонок, и вам получается, раз сразу написано, Антон Иванович, вы берете трубку, говорите, Антон Иванович, здравствуйте. И вы уже не спрашиваете, так, а как вас зовут, Антон Иванович, а что вы хотели, а каким видом спорта вы там занимаетесь. А вы уже знаете, что это Антон Иванович, что он живет в таком-то городе, что у него там ребенок занимается каратэ, и ребенку сейчас там 6 лет примерно, и он уже покупал то, все, пятое, десятое, понимаете. И, во-первых, клиентам это нравится, это вызывает больше доверия и сокращает, опять же, рабочее время по обработке каждой сделки. Вам не надо по новой у него спрашивать фамилию, имя, отчество, адрес доставки, какие товары ему нужны, на какой размер. Вы большую часть об этом уже знаете. И клиенты вам скажут только спасибо, и плюсом ваши сотрудники вам тоже скажут спасибо. Ну, это вот в целом, да, вот то, что я сейчас нарисовал. Давайте я теперь немножко покажу свою CRM-ку. Я не буду показывать рабочую область, потому что там есть персональные данные, и это будет немножко некрасиво. Итак, смотрите, вот здесь у нас вот в уголку есть чат, да, и у менеджеров здесь еще есть телефон. То есть у меня телефония не подключена, потому что я с клиентами по телефону не общаюсь. То есть это делают менеджеры, у меня она здесь попросту отключена, чтобы мне не входящие не приходили, и звонить мне проще с мобильного. Как у меня все происходит? Неразобранное у меня не работает, но каждый, да, то есть первый этап, это новый лид. То есть каждый заказ на сайте, написали люди ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме, написали e-mail, оставили заявку на обратный звонок, все попадает сюда, и сразу менеджеру, ответственному, ставится задача, связаться с клиентом, сделать то, и все, пятое, десятое. Следующая колонка, которая у меня есть, это в списках, ну, рабочая. То есть это такая колонка, сейчас вот, ну, рабочая, которую обычно мы пропускаем. Но сейчас в ней у меня вот по рассрочке, до кого мы там, получается, рассрочку пока не подключили, но люди, кто хотят заказать рассрочку, что они у нас находятся здесь. Дальше. Человек позвонил, вернее, оставил заявку, мы ему звоним, мы можем не дозвониться, и тогда эта задача переходит, ой, этот лид переходит в недозвон. Здесь ставится задача менеджера сниматься с ним чуть попозже, ему уходит смс-ка и e-mail о том, что товарищи, мы до вас не дозвонились, перезвоните нам, пожалуйста. Если человек не надумал сделать заказ, он просто думает до сих пор, то мы его складываем вот в эту колонку, думает над заказом. И здесь ставится задача через два дня и через неделю спросить у человека, хочет ли он все-таки сделать заказ. Если через семь дней он не надумал, то мы его отправляем в нереализованное. Следующий этап. Ждем оплату. Человек должен оплатить, все, он попадает сразу в этот этап, и ему выставляется счет на оплату, и так далее, и мы уже отслеживаем, то есть, ну, когда все поступило. Если товара нет в наличии, у нас попадает в этап закупка. И в этом этапе ставится задача человеку, который у нас занимается закупками, заказать этот товар у поставщика. И когда он его заказал, мы уже оплатили счет, он переходит в заказан у поставщика. То есть, люди, наш любой менеджер может видеть о том, в каком этапе находится сейчас, грубо говоря, заказ каждого клиента. Как только он поступил к нам на сайт, ой, на склад, он переходит его лид в этап в наличии, его сделка. И как только в наличии, сразу можно ему звонить и оформлять доставку. Если это какая-то почта, то у нас идет подготовка к отправке, соответственно, в ней уже менеджер связывается с клиентом, отправляет и так далее. И отправка заказа, сюда у нас попадают те заказы, которым еще не присвоен трек-номер, и он будет после того, как у нас отправят человека по почте или курьером. Но часто этот этап мы минуем и уходим в заказ в пути. Заказ в пути, сюда могут попасть сделки, только обязательно у которых есть трек-номер. Без трек-номера вы сюда не перенесете. Дальше, когда заказ в пути, стоит задача для менеджера, который следит за этой CRM, через 7 дней, через 14 дней, посмотреть по треку, человеку пришел ли их заказ. Если он пришел, тогда и оплачено, то все, он уходит успешно реализованное. Если он пришел на почту и там до сих пор лежит, то человеку начинается сладца, смс-ка, автоматический звонок, задача менеджера, через 4 дня, если он не забирает. И вот так, пока человек не заберет и не уйдет в успешно реализованное. Потому что, так мы боремся с невыкупом. То есть, у нас, смотрите, сразу через 5 минут, через день, через 4 дня, через 5, через 7 дней, постоянно человека держим на контроле, чтобы он обязательно выкупил этот заказ. Потому что возврат он нам вообще не нужен. В сдеке такая же история, то есть, ему уходит, получается, автоматический звонок, ему смс-ку отсылает сам сдек. И, соответственно, то есть, тоже контролируем, пока человек не заберет и не оплатит свою посылку, если там была наложка. Если у нас идет возврат, то у нас оформляется там возвратная накладная. И мы, опять же, отслеживаем, пока этот заказ не придет и не поступит назад на склад. Потому что, это получается, это делается для того, чтобы мы не потеряли во время обратного пути свой заказ, свой товар. То есть, это обязательно тоже надо отслеживать. Ждем платеж. В эту, получается, в колонку мы скидываем те деньги, которые вроде как оплатили, но почта нам их еще не отдала. То есть, здесь мы обязательно отслеживаем, когда деньги к нам поступили. То есть, когда приходит документ о выплаченном наложенном платеже, мы сравниваем и удаляем, то есть, ставим успешно реализованные те сделки, за которые нам пришли деньги. И они здесь висят до тех пор, пока мы не получили деньги. Потому что, пока мы не получили деньги, продажи не состоялось. И, соответственно, две последние колонки. Это успешно реализовано и закрыто. Если закрыто не реализовано, надо поставить, почему сделка, надо проверить второму менеджеру. Может быть, можно что-то порешать, может быть, можно все-таки допродать. Надо узнать у клиента все-таки, вот видите, причину отказа. Да, то есть, и после этого, если ничего не получается сделать, все, она остается там. В успешно реализованном у нас здесь еще есть автоматические письма. Через 60 дней, через 120 дней, плюсом, да, то есть, и разовые, да, здесь у нас тоже были рассылки. То есть, человек, который успешно купил, ему через несколько, через два месяца, потом, через четыре месяца, приходит e-mail, спасибо, что вы у нас покупали, купите еще, вот вам ваша персональная скидка. Что это дает? Это дает то, что получается, клиент уже есть, нам не надо платить за его поиск, и скорее всего, через два месяца ему возможно еще что-то понадобится, и соответственно, мы ему сможем еще что-то продать. И поверьте, это работает. Очень много сделок, которые именно по этому промо-коду приходят и покупают. Здесь также можно поставить, то есть, у нас сделок много, поэтому, а если сделок мало, здесь можно поставить задачу, чтобы менеджер позвонил, чтобы ему смс ушла, мы это реализовали через e-mail, и это работает. Вот, друзья, на этом все, если у вас остались какие-то вопросы по CRM, пишите их в комментарии, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и ждите следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok